Теме социальной ответственности была посвящена рабочая поездка советника президента страны, состоявшейся в эту субботу. Владимир Васильев отметил, что все больше предпринимателей приходит на помощь землякам, а также вносит свою посильную лепту в благоустройство Верхневолжья. Жительница села Медное Зои Михайловне Ладыгиной в декабре исполнится 96 лет. Бабушка живет совершенно одна и в силу возраста сама не может организовать доставку дров. Несколько лет назад Владимир Васильев, будучи депутатом Госдумы, поддержал акцию «Подари дрова» для оказания помощи нуждающимся. За это время, по словам куратора акции Николая Романенко, несколько сотен одиноких пенсионеров получили древесное топливо на зиму. И что еще хорошо, они еще через свое отношение к людям, они еще и вовлекли бизнес. Понимаете, что очень хорошо, потому что, вероятно, такого не было, а сейчас уже крупные компании, люди принимают участие. Это очень хорошо. В этот день бабушке привезли целый камаз дров, почти 10 кубометров. Зоя Михайловна не скрывала радости и благодарила инициаторов. Николая Романенко и главу поселения Святослава Краснощекова. «Этих дров мне хватит на всю зиму», – много раз повторяла ветеран труда. Обязательно хватит. Хватит. Спасибо. Большое-большое, огромное спасибо, что нас не забываете. Вот эта детская площадка, недалеко от железнодорожной станции Дорошиха, стала еще одним примером социальной ответственности бизнеса. Осмотрев объект, Владимир Васильев отметил, что муниципальному бюджету это не стоило ни копейки. Вот это сделал бизнесмен, который попросил даже не называть его имени. Таких три площадки он подарил нашему городу. Вот это третье сейчас установлено. Жители окрестных микрорайонов сразу же оценили новинку. Тут же вокруг зазвучал детский смех. Анастасия Холодова живет неподалеку, на театральной улице. Как и многие, она тоже приняла участие в спортивном празднике. Сразу же после забега девушка рассказала нам, что им давно не хватало детской площадки. Да еще с таким современным дизайном. У нас в городе таких не встречало. Будем приходить, мы здесь живем рядышком, будем приходить, играть. Потому что для детей вот именно на вот этой точке мало оборудовано детских площадок. Приходится приходить в Волголайф, а туда достаточно далеко идти, если идти из другого района. Медсестра-косметолог Марина Леонович и социально ответственный бизнесмен, и волонтер одновременно. Ее парикмахерская ориентирована на работу с пожилыми людьми и инвалидами. Ради последних она провела большие работы по приспособлению. К салону ведут специальные поручни. Внутри на лестнице есть раскладной пандус для колясочников. Повсюду таблички с надписями шрифтом Брайля. Все это положительно оценил Владимир Васильев, побывавший здесь с визитом. Вот эта самая барьерная следа, она уходит. И люди, мы сейчас слушали, вначале была одна система пандуса, да? Да. Сейчас вторая, которая позволяет уже без ограничений перенещаться. Очень хорошо. Напомним, что Владимир Васильев в свое время поддержал целый ряд общественных инициатив. Помоги собраться в школу, ямам нет и многие другие. Все они до сих пор работают. Вокруг каждого социального проекта сформировались свои местные сообщества. Готовые помогать тем, кто особенно нуждается в той или иной поддержке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok